Один из признаков джентльмена – это порядочность во всем и даже в гардеробе. А самоизоляция – это прекрасный повод для того, чтобы перебрать свои вещи и аккуратно их разложить. Наверняка у каждого есть такие вещи, которые он не носил лет пять, а то и десять, а может быть и вообще забыл об их существовании. С ними нужно расставаться. Внимание! Следующая сцена содержит много эмоциональных порывов и душевных терзаний. Особо впечатлительным – просьба. Прильнуть к экрану. Всем привет, я Денчик. Привет, Денчик. Привет, Женек. Пойдем гулять? Нет, самоизоляция, забыл что ли? Ну и ладно, пойду гулять сам. Отдает. Э, вы что тут собрались гулять? Пять тысяч штрафов обоим! Сидите дома и не нарушайте самоизоляцию. После того, как вы опустошили все полки и выкинули ненужные, оставшиеся вещи следует скомбинировать по цветовой гамме и стилю. То, что не подошло, убрать до лучших времен. Оставшиеся и есть капсульный гардероб. Универсальная темно-синяя пайта, белая футболка, сочетается с этими джинсами. Также сюда подойдет и гольф. Ну а для парадного выхода – рубашка. Для завершения образа можно добавить немного аксессуаров в виде ремня, часов или очков. А напоследок не стоит забывать и про обувь. Тут будут уместны черные туфли, белые кроссовки. Лично я предпочитаю черно-белые кеды. А те, кто сомневается в правильности подбора комбинации, могут обратиться к профессиональному стилисту. Здесь достаточно активный принт, и он немножко, знаешь, все-таки идет в такую стрит-стайл. Рубашки, кстати, отличные рубашки, по-моему, все будут сочетаться со всеми. И с темными брюками, и со светлыми, и с джинсами. Используя его рекомендации, вы справитесь с этой задачей максимально быстро. Такой гардероб и место вам сэкономит, и вещи лежат аккуратно, и время вы много не потратите, собираясь на работу. Александр Кононов, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.